Татьяна Иванова. Имя вымышленное. Каждый час звонит своей маме. То, что на днях с ней произошло, у дочери просто не укладывается в голове. Пока та была на работе, пенсионерке позвонил якобы следователь и сообщил, что ее сын попал в аварию, сбил человека. Чтобы решить вопрос, нужно заплатить. Женщина, не сомневаясь, пошла на отчаянные меры. Отдала последнее сбережение – 3000 рублей. Приезжаю домой, спрашиваю мамы. Мама, скажи, пожалуйста, почему ты не ложишь трубку телефона? Почему у нас все время занят телефон городской? А она мне говорит, так как? Тут следователь звонил и сказал, чтобы я не отключала связь. По времени, я так понимаю, что это длилось пару часов, потому что, ну, чтобы она не смогла никому позвонить. Чтобы родственники не могли провести инициативу и позвонить в милицию. В общем, приехал курьер, которому она отдала деньги. Похожих историй в последнее время становится непростительно много. Каждый день на уловки телефонных мошенников попадаются десятки пожилых людей. Суть всех обманов одна – доверчивость. Теперь аферисты чаще звонят на стационарный, погружают своих жертв в стрессовые ситуации так, что те не успевают опомниться. И в мгновение ока отдают все, что копили долгие годы. Что хотел бы посоветовать всем жителям Республики Беларусь, в частности, жителям города Бобруйска. При совершении звонков по телефону и сообщении им о том, что их родственники стали участниками дорожно-транспортных происшествий, незамедлительно связывались с теми родственниками, про которых идет речь, и уточняли в действительности, происходило ли какие-либо события по факту ДТП. Свести концы с концами непросто. Однако тех, кто наживается на чужих кошельках, находят. За неполные два месяца в стране заведено более 200 уголовных дел. Задержано порядка 70 человек. Жуликам пенсионеры отдали более 3 миллионов рублей. Жертвами аферистов становятся и дети. В соцсетях им предлагают поучаствовать в розыгрышах, в мессенджерах рассылают предложения о работе. Или вовсе просят контакты родителей. Втереться в доверие к ним проще простого. Блокировать сайты с запрещенным контентом, отслеживать местоположение ребенка и установленные им приложения можно через родительский контроль. Play Market и App Store мамы и папы могут выбрать программу под свои запросы. Всего пару кликов и спокойный сон обеспечен. Чтобы не попасться на крючок аферистов, поможет и акция Декада кибербезопасности, которая продлится до 1 июня. Специалисты уверяют, чем раньше начать объяснять детям главное правило цифровой гигиены, тем прочнее они усвоятся и тем больше шансов защитить молодежь от хитрых уловок мошенников.